Как это все происходит? Как делают обычно работу с сетью разработчики, если мы не используем Retrofit или что-нибудь подобное? Мы берем андроидовский джавский коннекшн, идем на сервер, получаем оттуда какой-то стрим данных, этот стрим данных по что-нибудь сериализуем, после этого получаем какой-то свой объект, и на этом этапе у нас много-много возможностей, где мы можем ошибиться. В какой-то момент у нас может поменяться уровень на сервере, мы можем начать получать данные другого типа. Разработчик бэкгенда что-нибудь там поменял, нам не сказал, у нас все отворилось. Мы можем неправильно и не совсем правильно написать сериализацию, написать это как-то нестабильно. Это все приводит к тому, что, во-первых, мы пишем очень много однообразного кода, потому что у нас есть приложение в приложении, регулируют эти коннекшены, это работа с сетью. И мы можем ошибиться, и мы можем выявить ошибку только позже. Например, мы плохо описали модель данных, и это вылезло только на конкретных данных, продолжим приложение в продакте. Он есть хорошо. Что нам позволяет делать Retrofit? Retrofit нам позволяет описать интерфейс веб-серверах, собственно, интерфейсом. То есть у нас есть какой-то интерфейс, есть какой-то output, есть какой-то input у него. И дальше мы работаем с ним как с обычным джавовским интерфейсом. Вот у нас есть какой-то интерфейс, очень похожий на интерфейс GitHub, на самом деле это не подверг он и был. И есть задача получить лист контрибьюторов для какого-то репозитория. Если бы мы это делали обычными средствами, не имея Retrofit, как бы мы это делали? Мы бы брали connection, шли бы в GitHub, формировали вот такой URL, примерно как здесь у нас, получали бы примерно вот такой output. После этого этот output мы бы здесь сериализовали в объекты наши, и с нашими объектами мы уже работали бы как с объектами, в принципе, с логикой. Какие в этом были проблемы? Проблема первая, мы не туда куда-то пошли, у нас неправильный URL. Проблема вторая, у нас неправильная модель. И проблема третья, мы неправильную модель сериализуем. И плюс у нас куча ненужного кода, который все это делает. Как это можно сделать все с помощью Retrofit? Примерно вот так. Все, что нам нужно описать, это интерфейс. То есть у нас есть вот такой метод, contributors, который дает нам всех контрибьюторов. Мы говорим, что для того, чтобы вернуть контрибьюторов, нам нужно пойти с вербом get на вот такой вот URL, в котором есть два параметра, это owner и репозиторий. Эти параметры мы перейдем в метод. Все. Больше мы, собственно, как разработчик ничего не делаем. Уже приятно. Как нам работать с этим интерфейсом дальше? Вот мы это все описали, мы молодцы. Мы описываем модель. То, что мы хотим получить, это наш контрибьютор. У него есть логин, у него есть количество контрибьюций. Вот здесь у нас есть какой-то логин, есть количество контрибьюций у него. Описываем эту модель в ходе. После этого мы делаем все предыдущие. Мы пишем вот такой код. Говорим REST адаптер. Это класс, который есть в REST. Точка билдер. Получаем билдер. Указываем эндпоинт. Это эндпоинт к нашему гитхаву будет. В этом случае это будет на CTP. ВОДОЧЕСЬ. И говорим билдер. Получаем вот такой билдер. Билдеру говорим после этого. Слезаптер.креат. Передаем туда наш интерфейс, который мы описали ранее. Вот этот. И на выходе получаем объект. Объект типа этого интерфейса, с которым мы можем работать непосредственно как с любым объектом в зале. То есть можем сказать ему github.contributors, передать два параметра и получить диск контрибьюторов. Прямо в коде. Приятно? Приятно. Как видно, кода сильно меньше. Во-первых, мы вообще здесь не видим нигде коннекшенов. Единственное, что нам напоминает, то, что мы работаем с сетью, то, что мы передаем API, URL и вот эта аннотация. Все. Дальше вся работа с сетью делается за нас. Здесь реализация, реализация делается за нас. И мы на входе только получаем наш лист с контрибьюторами. Вот. Чтобы это было немножко более понятно, я сейчас попробую показать это на примере. Не получится, она должна получиться. У меня есть вот такое приложение. Пожалуй, напишите кто-нибудь, видно что-нибудь или нет. Наверное, видно. Словно будем считать, что видно. У нас есть здесь следующий код. Для начала покажу, как он выглядит. Выглядит это вот так. Здесь мы парсим цитаты с сайта onbarill.ly. Парсим цитаты именно этого сайта, потому что если вы можете вбить в SQL REST API, то там вот этот сайт будет. В общем-то, просто взят для примера. Здесь у нас приводится 10 цитат bash.org. Как это все делается? У нас есть наша модель, в котором... Модель цитаты. Там есть название сайта, name цитаты, описание цитаты, link и HTML. То есть там видно, чтобы показать на экране. Кроме этого, у нас есть описанный вот такой интерфейс. Что у нас есть? Есть метод getPots, который будет работать по вот такому endpointу. Там мы передаем name, сайт и количество цитат, которые мы хотим получить. Кроме этого, есть еще вот такой метод. Он немножко сложнее. О нем поговорю чуть позже. Как это все происходит? У нас есть, собственно, main activity, в которой ничего сверхъестественного нет. Которое просто... У нас на activity есть в SPU, у него есть адаптер, мы с этим адаптером работаем. Нам нужно получить цитаты. Как можем это сделать? Мы можем сделать это в принципе тремя способами. Способ первый простой и влог. GetPots. Он идет вот такого метода. Вообще, если мы просто попробуем написать вот так, как было в презентации там наш API точка какой-то метод прям по интерьде, у нас ничего не получится. Потому что Android скажет, что нельзя работать в UI 3D сетью. И правильно сделает. Поэтому есть вот такой способ очень простой, который сводится к тому, что мы делаем AsyncTask, в котором мы создаем наш адаптер, у него создаем наш экземпляр интерфейса, нашего класса, который инкременит интерфейс анонимного, и говорим getCodes, возвращаем код, и уже в пост-экзекьюти мы в UI 3D подсовываем его в интерфейс. Соответственно, из программы это выглядит вот так. Выглядит вот так. Мы сделали наш AsyncTask, засунули туда вот такой tellback, в котором мы просветили адаптер просто и вызвали. Вот. Этот метод хорош тем, что он простой, во-первых. То есть, обычно вот так делают. Плох тем, что нам нужен AsyncTask. AsyncTask в принципе априори не очень хорошая штука. То есть, мы можем нам проблематично их контролировать. Для этого у нас есть все способы, как мы можем получить цитаты о том, ретрофита. Ну, все некоторые цитаты. Можем сделать вот так. То есть, особо внимательные товарищи могли заметить, что у нас здесь есть второй метод, который тоже называется getCodes, но который возвращает void. И при этом у него есть вот такой callback. Callback, в котором мы описываем то, что мы хотим получить. В данном случае он совпадает с возвращением, которое возвращается в предыдущем методе. Вот. Соответственно, здесь мы можем уже безнаказанно в UAT трейде создать наш экземпляр класса, сказать ему getCodes, передать наши параметры и последним параметром передать наш callback, в котором есть два метода failure и success. Так понятное название success это если мы хорошо ему данные получили, failure это если мы данные не получили. Вот. и собственно вот этот метод можно спокойно дергать из UAT то есть он выполнится где-то в бэгграунде и после того как он отработает вызовется callback. По callback мы сможем отработать, ну callback уже будет в UAT в трейде непосредственно выполняться и все у нас будет хорошо, Android на нас ругаться не будет. Вопросы какие-то есть? Вопросов пока я никаких не вижу. Хорошо. Если есть вопросы пишите. Постараюсь как-то не заменить. Какие проблемы у этого подхода? Проблема первая очевидная. Возможно мы не всегда хотим отрабатывать наш callback в UAT в UAT в UAT в UAT возможно мы там получаем кучу данных и после этого мы в бэгграунде будем их вложить в базу например или посылать дальше куда-то или у нас какая-то сложная обработка этого всего идет. Если мы делали вот таким подходом как я сейчас показывал то нам бы пришлось callback вызывать другую какую-то синтронную штуку например тот же синтаз или обращаться к сервису передавать данные туда а это ORCAD и место для ошибки во-первых бегая между средами грузим ее отрыто это не очень хорошо у нас у нас есть способ как это можно обойти в общем-то вот так это самый гибкий способ как это можно запустить используя экзекьюторы то есть когда мы конфигурируем наш endpoint когда мы создаем обращаемся к билдеру создаем наш класс мы можем сказать ему set executors и проставить два экзекьютора экзекьюторы кто не знает это по сути нечто похожее тридпул то есть это какая-то сущность больше по абстракции чем трид которая тридвий менеджер в данном случае мы создаем два экзекьютора первый это в котором будут выполняться запросы к сервису это будет фикс тридпул на 10 потоков и колбек экзекьютор экзекьютор в котором будут выполняться наши колбеки в данном случае это main трид экзекьютор то есть это юный поток если мы захочем мы можем в колбек экзекьюторе тоже сделать какой-то тридпул на кучу потоков и обрабатывать многопоточные результаты в данном случае нам это не нужно нам нужен именно EDIPOTO после этого как мы создали два экзекьютора мы добавляем наш экземпляр класса дилдим получаем точно такой же объект которому мы тоже можем сказать getquotes тоже с колбеком но мы уже знаем что все запросы к северу будут идти через вот этот экзекьютор а все колбеки будут обрабатываться через вот этот экзекьютор это довольно удобно на самом деле особенно если вам нужно качать много-много данных в куче разных потоков вот это как бы если пример в открытом доступе пример в открытом доступе будет сразу после презентации я его выложу я надужно был экзеком получал поток он делал работу которую делали вы получал поток строку с помощью экзекитор мапил ее на вашу модель и отдавал вам эту модель никакой магии особой там нет просто работа которую вы писали руками каждый раз делается за вас то что я показал сейчас это то как вы будете работать с этапидами если будете работать больше часа своего времени примерно вот так он работает что еще у него есть то что я не успел показать следующая фича которая очень крутая на самом деле это есть такая библиотека называется okhttp что она делает это как библиотека http с connection с всем остальным только на стероидах которая умеет делать вот такие клевые штуки например мы можем добавить response кэш то что просто http connection не умеет например http клиент мы создаем response кэш главная фишка она очень хорошо интегрируется с retrofit вообще retrofit принимает в себя любые apache клиенты и наследники apache клиентов поэтому вы можете любой клиент написать самому взять библиотеку в retrofit и он будет с ним работать в чем плюс apache ctp вы можете просто добавить в проект никуда руками не помещать и retrofit начнет его использовать со всеми его плюшками например в более удобной и обращенной работе с apache пешик с кэшированием redirection и симпозиция пеш действительно очень хорошая библиотека для прямой работы сети как это работает с retrofit в данном случае мы создаем свой клиент создаем для него response кэш который будет использоваться для кэширования наших то есть мы два раза подряд обратимся к этому на одно и то же урл с одним и теми параметрами он не пойдет на серию он удаст то что у него кэши есть если нам это нужно и просто в билдере говорим set client и передаем туда наш клиент все если нам нужно HTTPS использует SSL и прочие штуки то есть это все конфигурируется в HTTP клиенте мы в нем все это прописываем получаем наш конфигурированный собранный HTTP клиент передаем его в retrofit retrofit его используют все то есть если нам нужны какие-то там дополнительные плюшки или самописанные клиенты мы это все не потеряем используя retrofit вот что еще кроме этого есть есть логи логи бывают базовые бывают фул бывают хидры бывают нам то есть создавая наш объект мы можем указать уровень логирования можем указать базовый который будет выводить только request и коды ответа и время за которым выполнен очень полезно что-то когда нам надо время запросов полный это когда мы получаем хидры боди ну то есть весь реквест полностью он выводит лог то есть хидры боди метадата весь реквест весь респонс то есть там такой здоровенный кусок лога получается но иногда это нужно можно выводить только хидры когда будет хидра от реквеста и от респонса ну и нам мы просто ничего не выводим логи лучше выключать при релизе понятно при дебаге включать ну и можно много чего интересного при дебаге найти профайлер если нам просто лога недостаточно то есть мы считаем что у нас где-то еще есть какое-то место которое мы хотим посмотреть мы можем создать профайлер свой есть такой интерфейс профайлер у него есть два метода before call и after call в before call мы что-то делаем и отдаем результаты чего-то в after call мы получим request info премия статус код и то что мы выполнили в before call пример использования before call и after call это если вы например хотите руками померить время выполнения запроса например если вы это collapse time и игнорируете и вы хотите по-своему мерить можете before call стартануть таймер передать его в after call и отжить его замерить вот тоже опять же очень полезная штука иногда кроме этого если нам этого мало есть интерцептор интерцептор позволяет нам вклиниваться в место где создается request то есть мы наследуемся от request интерцептора получаем там метод intercept в который будет приходить request фасад request фасад это какой-то экземпляр класса который применит request фасад в который мы можем добавлять хидеры добавлять параметры ну то есть делать какие-то вещи с request перед тем как он уйдет на сервер то есть таким образом мы имеем единую точку входа в наш кусок кода который работает с сетью в котором мы можем в одном месте добавлять хидер убирать хидер если мы написали код правильно то и билдится у нас эти пневмяры в одном месте то мы можем там же например добавить хидер он добавится во всех наших обращениях сервера вот или там какой-то переменный хоть добавить куру вот насчет того как ретрофит сериализует и мапит на этом что-то на объектах ну ответ ну и реквестер тоже есть такое понятие как конвертер конвертер отвечает вот именно за то что спрашивали за сериализацию десерилизацию объекта то есть у нас есть наш javax интерфейс мы в нем работаем только с объектами но под капотом там понятно что есть ряд конвертеров по дефолту используется exon конвертер если ничего не путаю да это конвертер который работает с джейсоном если у нас сервер который работает с xml мы идем на в момент центра там берем конвертер simple cml конвертер например подключаем его в нашу сборку подключаем этот конвертер и у нас фотофит работает с xml все таким образом переключаться между джейсоном и xml и прочим можно одной строчкой меняя просто конвертер конвертеров написано вот 5 плюс еще есть самописные плюс они довольно легко пишутся сами на самом деле два реки метода сериалайз здесь это можно написать самому если у вас какой-то кастомный формат какие конвертеры уже есть xxon-конвертер это дефолтный simple cml-конвертер который с xml работает jackson-конвертер который тоже с json-ом но и пользуясь jackson-ом работает proto-конвертер который работает с portobuff и wire-конвертер portobuff я надеюсь знаете что такое это гугловый формат данных который позволяет передавать данные по сети в бинарном меню то есть мы пишем какую-то модель импигментация протобава есть под многие программировки в том числе под java в том числе под android мы берем наш объект java и сервализуем его протобавом получаем не в троту а какой-то бинарный кусок данных который меньше быстрее и круче передаем его одна проблема это надо сервизовать и ретрофит умеет с этим работать можем дать ему протоконвертер и он работает с протобавом что кстати очень удобно wire-конвертер это тоже конвертер который с протобавом но одно отличие протобав использует гуглевую библиотеку которая не писалась для андроида она генерирует протомодели которые огромные они огромные они не поддерживаются их очень больно и страшно читать эти модели и в андроиде есть ограничение на количество методов и вот если у вас модель большая протобавовская вы рискуете рано или поздно у него переться вот потому что гугл не написал под андроидом библиотеку и там неважно сколько у вас методов джава его поддерживают поэтому товарищ xquare это компания которая написала аэропрофит которая написала тексты теперь они подумали и написали свою библиотеку которая сервизует и сервизует работы с протобавом назвали ее wire-протобав это главное в отличие от гуглевая она медленнее чем гуглевая но скорее всего если у вас данных не так много вы эту разницу во времени не увидите вот но при этом модели то есть которые она генерит протобавовские они гораздо меньше чем гуглевые то есть они сделаны специально под андроид вот и если захотите использовать именно протобав на вашем проекте я рекомендую настоятельно посмотрите на wire-протобав вот на wire-протобав библиотеку и на вот этот конвертер потому что она сильно упростит вам жизнь в плане написания андроидовской части вот то есть написание под андроид сделано было и это хорошо вообще спайр молодцы следующая фича которая очень важная я очень рад что они ее включили но она подойдет не для всех это поддержка rxjava кто еще не знает что такое rxjava бегом всем читать потому что это такая штука которая по-моему и которая позволяет делать очень крутые вещи и асквари ее любит поэтому они добавили вот такую поддержку rxava что это представляет вы можете возвращаемый тип вашего метода написать observable и от вашего типа и работать с ним как с observable и получить вот такой rxкод например можете получить какой-то результат его там во что-то смаппить в каком-то 3d обсудить сказать и подписаться я вот сейчас не буду вам пояснять что вот эти строчки делают потому что я могу перейти в другой доклад параллельно в интернете есть несколько статей как это работает причем статей в том числе и у square как работают перед жавой как с ней работали в андроиде вообще очень крутая интересная штука вот и я очень рекомендую всем почитать реально полезно и хорошо что этот ракет ее поддерживает раз попробовав вот эту штуку вы скорее всего захочете ее везде вот скоро должен выйти ретрофит 2.0 что они в нем обещают обещают добавить request object что такое request object это когда у вас отдается не сразу результат а вы говорите что вы хотите получить call от вашего результата и работать с этим call то есть вы получите call и потом можете где-то его пустя какое-то время или в другом куске кода сказать им execute и вот в этот момент уже на execute пойдет ваш вызов цели то есть вы получили call передали его куда-то передали еще куда-то передали еще куда-то в конце его дернули и мы получили вот этот код кроме этого обещают упростить error handling до этого если вы использовали callback у вас был один метод phone failure и все и там ошибка и что делать не совсем понятно обещают добавить вот такой класс response callback и работать с ним в котором будет success ну старый наш метод и в нем будет два метода процессив error и network error кроме этого еще будут методы http error и просто error ну и нам потом будет понятно какой тип ошибки процессив error понятно это когда упало что-то у нас network error понятно когда упала сетка вот то есть способы обработки разные если процессив error у нас какая-то своя бизнес-логика обработки это ошибки если упала сетка то упала сетка мы пробуем переподключиться и в зависимости опять же от нашей бизнес-логики кроме этого появится два метода cancel и retry у объекта call то есть если у нас выполняется сейчас запрос какой-то длинный мы понимаем в какой-то момент что нам нужно мы просто говорим cancel и он отпалится вот и нам не надо больше его менеджера вот кроме этого есть retry если у нас ошибка сети либо ошибка сервера 500 то мы можем сказать тому же call retry просто и он снова попробует выполнить этот запрос к серверу очень удобно не надо менеджер руками можем по-моему три раза попробовать retry а потом сказать что не получилось как раз и все нам не надо будет retry писать руками все равно все его делают постоянно вот кроме этого добавится еще extension это способы расширения retrofit вот rx расширение react-in-ed-out которое я показывал поделать оно будет сделано потом как extension и можно будет потом дописывать свои расширения к retrofit расширять свою библиотеку так как вам надо вот собственно по основной части у меня все возможно у вас есть какие-то вопросы или я что-то забыл по примеру пример будет выложен на битбаке ссылку на него я где-нибудь выложу адам организаторам мебинара о нем